Здравствуйте, это ЕТВ и телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн» и я – кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как оставаться молодыми, здоровыми, красивыми и, самое главное, как это сохранить на долгие-долгие годы. У нас сегодня даже два гостя, уникальных специалистов. Хочу вас представить. У нас в гостях Эдуард Леонидович Мамин, заместитель главного врача Центральной городской больницы номер 7. Здравствуйте. И Андрей Владимирович Ураков, врач-акушер-гинеколог, также ЦГБ номер 7. Наверное, вначале хотела бы к вам обратиться, и вообще мы сегодня хотим поговорить о лечении женских болезней, но вначале, и, кстати, у нас уже на сайте есть даже такой вопрос, каковы конкурентные преимущества вашей больницы, и в частности, вашего отделения. Могли бы вы рассказать как-то о структуре отделений акушерских и гинекологических в Центральной городской больнице номер 7? Конечно. В структуру акушерской гинекологической службы в 7-й горбольнице входит три больших отделения. Первое отделение – это отделение общей гинекологии, второе отделение – это отделение патологии беременности, и третье отделение – это отделение послеродовых заболеваний, при котором еще существует отделение патологии новорожененных. То есть все мамочки лежат с детишками, с которыми переводится из роддомов. Значит, каждое отделение уникально по-своему. Значит, в гинекологическом отделении выполняется достаточно высокотехнологичная помощь. Та, которая конкурентно способна по городу Екатеринбург и даже в Толстской области, может быть, даже где-то полностью по Российской Федерации. Значит, послеродовое отделение – это одно из трех отделений в России, и оно находится в нашей больнице, которая занимается, конкретно занимается осложнением послеродов. Если сказать обычным языком, значит, у женщин возникают гнойные процессы в матке. Эти гнойные процессы мы удаляем, и при этом сохраняем матку, и в последующем женщина может выполнить репродуктивную функцию. Отделение патологии беременных – это отделение, которое занимается сохранением беременности. Значит, там также есть определенные моменты – это лечение, значит, истмикоциркальной недостаточности. Это когда у женщины шейка матки раскрывается во время беременности, и, значит, происходит выкидыш. Значит, в этом отделении занимается хирургическим лечением данного вопроса, значит, и плюс консервативным лечением этого же вопроса. Понятно. Я хотела бы обратиться к нашим телезрителям. У вас есть уникальная возможность. Вы можете позвонить прямо по телефону прямого эфира 376-45-88 и прямо в прямом эфире получить ответ на любой вопрос, который вас интересует относительно женского здоровья. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору и также можете оставлять комментарии на сайте екбург.тв. Ну, все-таки, наверное, основная причина обращения к врачам-акушерам-гинекологам – это, наверное, бесплодие или не так? Нет, совершенно не так. Не так. Есть множество заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться повседневно, ежедневно. И это не является только бесплодией. Бесплодия далеко не самая основная патология, которая встречается в гинекологической практике. В гинекологической практике, если мы разговаривать будем о хирургической помощи женщинам в нашем отделении, то можно подразделить малые гинекологические операции и большие хирургические вмешательства. Что касается больших хирургических вмешательств, которые в большинстве случаев в нашем отделении выполняются эндоскопическими методиками, то есть через маленькие прокольчики, через маленькие разрезы, малотравматичные. Это основа специализации нашего отделения, это лечение опухолей матки, лечение опухолей яичников, придатковых образований, лечение тяжелой формы эндометриоза, это конек нашего отделения. У нас в отделении опируются самые тяжелые, самые распространенные формы эндометриоза. Мы имеем свои наработки по применению определенных методик при лечении данной патологии. И при реабилитации таких пациенток, и в последующем вывода в беременность таких пациенток. Также надо отметить, что в последнее время стали достаточно широко применять высокотехнологичную медицинскую помощь. Женщинам при такой патологии, которой раньше стеснялись говорить, это стрессовое недержание мочи, недостаточность мышц тазового дна и другие патологии, которые требуют очень больших финансовых затрат, так как применяются высокотехнологичные синтетические материалы, которые позволяют это все скорректировать. И в последнее время мы достаточно часто используем в хирургии операцию, это понятие метропластики, это восстановление стенки матки для того, чтобы женщина в последующем выполняла свою репродуктивную функцию после кесаревого сечения, когда формируется несостоятельный рубец после кесаревого сечения. И вот наша основная специализация – это отделение. То есть при кесаревом сечении возникает в послеродном периоде несостоятельность, которая в последующем при вновь наступившей беременности может привести к плохим осложнениям, к разрывам матки и так далее. Этот слой истончается, он рубцовое изменение, то есть там нет ткани, там есть рубец, этот рубец может лопнуть. Значит, следствие этого, значит, этот рубец надо истечь заново, и заново наложить повторные вторичные швы, которые, скажем, дают в последующем женщине нашего беременности. А до планирования беременности это можно узнать? Допустим, было кесаревое сечение, и как в дальнейшем женщине планировать беременность? Она вначале должна посетить вас, специалистов, или есть какие-то методы? Дополняется подготовка женщины к беременности, ее направляют, естественно, в УЗИ, и грамотные УЗИсты диагностируют эту проблему. Есть дополнительная диагностика в виде гистероскопического исследования для того, чтобы определить наличие несостоятельности рубца, и тогда уже виноватся в вердикт, стоит оперироваться повторно, восстанавливать стенку матки, либо не стоит. А бывают такие случаи, что во время беременности, допустим, приезжают из каких-то отдаленных населенных пунктов, или к вам из области пациентки не поступают? И как раз вот угрожающий уже рубец по разрыву матки, такое бывает? Больше родома. Учитывая то, что на нашей территории, в Кировской районе, находится областной центр планирования семьи, на Флоске 52, то все женщины, которые приезжают к ним из области, если, значит, они до 22 недель беременности, потому что после 22 недель беременности, значит, это уже роддома. Они приезжают к нам, скажем, патологии беременных наши, и вследствие этого, значит, получают там у нас помощь. И все-таки по бесплодию достаточно много вопросов. Вот к вам, как к хирургам, с какими причинами бесплодия чаще всего обращаются? Причинами бесплодия, значит, их очень много, значит, очень часто это гормональные нарушения, значит, воспалительный процесс. Особенно, значит, сейчас, то есть молодые девочки, они, так скажем, ну, себя не щадят, значит, ходят раздетыми, значит, имеет, значит, достаточно много половых партнеров, незащищенность, скажем, половых актов. Среди этого, значит, образуются, значит, воспалительные процессы, которые в следующем преобразуются в спаечный процесс. Образуются спаеки, нарушается проходимость маточных труб, вследствие этого заберементировать невозможно. Также причиной, может быть, наличие, уже, как уже Андрей Владимирович сказал, значит, эндометриоза тяжелого распространённого, который сам по себе также, мало того, что это гормональные, значит, заболевания, плюс ко всему, также он приводит к механическим изменениям, то есть, опять же, непроходимость труб, вот поэтому, значит, возникают эти причины. То есть, вы как раз можете восстановить проходимость труб? Что касается бесплодия, у нас на базе нашей больницы вместе, совместно, так скажем, с городским перинатальным центром, с его поликлинической службой организована программа. Вот она такая немножечко неофициальная, но программа всё-таки работает. В течение последних трёх лет на базе нашей клиники происходит, и при помощи городского перинатального центра происходит отбор пациентов для хирургического лечения бесплодия трубно-перитониальной генеза. Вот как раз те формы бесплодия, которые требуют хирургического вмешательства, связанного с непроходимостью маточных труб, со спаечными процессами органов малого таза, с дисфункцией яичников, которые уже не подлежат гормональной терапии, опухоли яичников. Мы берём на себя этих больных со всего города, и даже уже такая наблюдается тенденция, и появляются у нас областные больные. Поток больных достаточно большой. У нас ежедневно проходит до трёх-четырёх операций по поводу данной патологии, и результаты достаточно впечатляющие. Сейчас уже надо сказать, что прооперировано больше 500 человек, и процент беременности достаточно высокий после наших хирургических вмешательств. Мне интересно, какая-то научная работа у Вас проводится, вот такое количество пациентов? У нас проводится и завершается работа по поводу эндометриоза и его связи с бесплодией. Применением... Как раз у Андрея Владимировича кандидатской диссертации, поэтому... Проводится применением аргоноплазменной коагуляции в лечении тяжёлой формы эндометриоза. Это своеобразное такое ноу-хау наше, которое мы начали применять уже более трёх лет назад. И сейчас имеем опыт пролеченных уже более 100 пациенток. Из них более, наверное, уже 35 забеременели, и, наверное, уже больше 20 уже родили деток. Это очень хорошо, потому что, мне кажется, когда практическая деятельность с научной сочетаться, это как-то всё равно уровень клиники повышается. Это очень важно участвовать и в конференциях, и самим докладывать результаты свои. Мне кажется, важно. Вы знаете, у нас есть опрос. Наш корреспондент выходил на улицы города и задавал горожанам, опять-таки, связанный с бесплодием, вопрос. Какие основные причины женского бесплодия Вы знаете? Давайте, послушаем мнение горожана, вы потом обязательно прокомментируйте. Каждая операция несёт в себе определённый риск. И, значит, в молодости делая вот эти вот операции, ну, женщина может остаться бесплодной. Предохраняются всевозможными средствами, наверное, это тоже влияет. Девушки простужаются, молодёжь не бережёт себя. Ну, вот, раскульный образ жизни. Ну, может быть, безнравственность. Может быть, слишком свободно молодые люди себя ведут. Какие-то индивидуальные особенности организма. Может быть, какие-то перенесённые в детстве заболевания, ряд инфекционных заболеваний, которые как-то отразились на собочувствии женщин и мужчин. Поэтому, ну, плюс ещё и сейчас тенденция, что всё родители всё взрослее и взрослее. Беспорядочные головные связи, бесплодия, аборты, я так считаю, что. И беречь здоровье нужно. Вот именно беречь. В тепле, не в холоде. Тепло одеваться, особенно девочкам. В прямом эфире работает телевизионная клиника «Здоровье онлайн». И сегодня мы говорим о проблемах и о женских болезнях. Ну, скажите, пожалуйста, как Вы согласны с мнением горожан, знают причины бесплодия? Ну, горожане подтверждают наши слова. То есть, очень много на сегодняшний день бесплодия. Может быть, конечно, ещё существует такой момент, что сейчас диагностические манипуляции стали гораздо больше, чем было это раньше. То есть, и, так скажем, вследствие этого, значит, чаще можно выявить причину бесплодия и помочь данному человеку. Естественно, здесь горожане отметили, что идёт бесконтрольный приём различного рода препаратов, в том числе приём гормональных препаратов в виде оральных контрацептивов молодыми девочками, девушками, которые ещё не выполнили свою репродуктивную функцию, что в свою очередь отражается, естественно, на полностью гормональном функционировании их организма. И в последующем выходит в тяжёлую проблему в виде гормонального бесплодия. Оно, к сожалению, на данный момент превалирует. И в общей, наверное, статистике занимает более 30%. Воспалительные же заболевания приводят к бесплодию тоже примерно в 30-40% случаев. Также важно отметить профилактику нежелательной беременности. То есть это что может привести к бесплодию, вторичному бесплодию. Это прерывание беременности, опять же, у девочек, у девушек, не выполнив свою репродуктивную функцию. То есть мы говорим об аборте. Неважно, в каком это аборт, медикаментозный, хирургическая манипуляция, всё равно это является травмой, стрессом для организма, который в последующем отражается на репродуктивной функции и очень существенно. Поэтому это является одним из основных постулатами, таким, что надо следить за своим здоровьем, не применять бесконтрольно препараты, которые в том числе гормональные, и не прерывать беременность и предохраняться от нежелательной беременности. Вы знаете, уважаемые доктора, очень много вопросов. Если можно, то кратко отвечать. Вопрос от Авдотьи. А трубы могут сами прочиститься, если они проходимы без операции? Трубы сами не прочистятся, потому что, значит, там есть паечки, которые нужно рассекать. А, значит, впоследствии этого, то есть только хирургический метод может при коррекции помочь проходим из данных маточных труб. Вопрос от Натальи. Расскажите про возрастные беременности. Недавно слушала лекцию генетика про то, что с возрастом происходит изменение в генах возрастных родителей, как протекают беременности. Какие сейчас пациентки у вас в отделении патологии беременности? Есть возрастные пациентки? На сегодняшний день возрастные пациентки, их очень стало больше. То есть очень жалко то, что, так скажем, тот возраст, который должен рожать, его сейчас очень мало. То есть вот тот возраст от 20 до 30 лет, он очень низкий. То есть сейчас больше всех 30-40, еще больше стало от 40 до 50. Прямо до 50? До 50 даже прибегают к вспомогательным или продуктивным технологиям. То есть к искусственным плодотворениям. И вынашивают беременности. Но все-таки беременность как протекает у возрастных пациентов? Естественно, тяжелее. Тяжелее. Организм уже... И есть какой-то спектр соматической патологии, которая влияет на принципы вынашивания беременности. Беременность – это является своего рода стрессом. И тестом на здоровый организм, так можно назвать. Чем старше организм, тем больше проблем он может преподнести во время беременности. Проще сказать, что если, значит, беременность – это физиологическое состояние, но все хронические заболевания при беременности, они обостряются. А к чему они дальше приведут, это уже вопрос открыт. А вы как-то дальше отслеживаете, знаете, родились здоровые детки или такой нет преемственности? У нас есть медико-генетический центр на базе областного центра планирования семьи. И они ведут полную статистику, наблюдают этих женщин. Поэтому это немножечко не наша задача. Вопрос от Светланы. Сейчас много стали рожать в позднем возрасте. Есть ли у вас какие-то рекомендации таким старородящим? Рекомендации нужно изначально… Рожать раньше? Рожать раньше. Рожать раньше, заботиться о своем здоровье с молодым. То есть каждая женщина, к сожалению, при первой беременности, у них заканчивается прерыванием беременности. Это очень плохо. Вследствие этого здесь мы можем дальше идти на гормональные нарушения, образование спаечного процесса, которые в дальнейшем приводят к бесплодию. Невозможно забеременеть. Вопрос от Елена. У вас в отделении все врачи-мужчины? У нас в отделении три доктора-врача, то есть мужского пола, и все остальные женского пола. Вопрос от Марина. У меня вопрос по гиперплазии. Насколько это серьезный диагноз, как часто надо наблюдаться, и вообще можно ли это вылечить? Важно знать конкретную ситуацию, потому что гиперплазический процесс – это гормональные нарушения. Все в зависимости от возраста и какие жалобы у пациентки, как с ней работали, как с ней лечились на данный момент доктора. Если на данный момент женщина только лишь выполнена УЗИ, и поставлен такой диагноз, то есть необходимо провести гормональное обследование, необходимо провести обследование, если это нужно, выполнить биопсию эндометрия путем либо пайпер-биопсии, либо гистероскопии с биопсией эндометрия для того, чтобы решить, что это за гиперплазический процесс, чтобы это не был доброкачественный процесс. И в дальнейшем это лечится стабилизацией гормонального фона для того, чтобы не было рецидивирования этого процесса. Если грамотно и взвешенно подойти к данной проблеме, то она не является страшной, достаточно хорошо подлежит терапии. Вопрос от Анны. Насколько запущенные пациентки к Вам попадают? Есть ли какие-то запущенные случаи? Может быть, какие-то редкие, которые Вы запомнили? К сожалению, есть разные заболевания, такие как тяжелый эндометриоз. Имеется такая статистика, что больная попадает к специалисту уже конкретно, который лечит эндометриоз, в течение 7 лет. То есть 7 лет где-то больная ходит, значит, через 7 лет она поступает уже, то скажем, попадает в руки специалиста. Естественно, за эти 7 лет процесс тот, который был 7 лет тому назад, он разрастается, процесс ухудшается, внедряются в более другие органы, которые, значит, естественно, страдают. И потом их технически еще труднее удалить, чем это было бы, допустим, гораздо ранее. Скажите, пожалуйста, а возможно ли естественные роды после кесарево сечения? Возможно, конечно. И это практикуется? Все зависит от того, как он убежден. Или рекомендуют обычно все равно повторно кесарево сечения? Рекомендуют вследствие больших рисков для женщины и для плода в том числе. То есть проще прооперировать, чем ввести эти роды, потому что раз прооперировали, а роды это очень длительно прооперировали. Если женщина согласна пойти на такие риски, настаивает на этом, я предупреждаю о возможных осложениях, естественно, возможно. Состояние рубца как у он. Вопрос от Елены. Говорят, что сейчас нужно ставить обязательно прививку, но здесь написано от ветрянки, чтобы впоследствии у девочек и у женщин не было эрозии, рака шейки матки. Насколько вообще это связано? Видите ли вы такие тоже случаи? Онкология имеется в виду. Кто ответит? Вакцинация против противовирусных препаратов, она в нашей стране применяется так полноценно, уже, наверное, последние года 3-4. И, к сожалению, у нас пока нет статистики, которая указывает на выраженное снижение заболеваемости. Потому что те дети, которых прививают, они еще не подросли и не вошли в тот исследованный пол. Зарубежные исследования указывают на то, что снижение заболеваемости есть и значительное. Поэтому будем наблюдать, смотреть, здесь важная ситуация, то, что женщина, наблюдаемая, если у нее прививка поставили, в детском возрасте не поставленная, должна ежегодно, как минимум 2 раза в год, посещать женскую консультацию, амбулаторный прием, где берут в нее все анализы, проводят обследование, в том числе исследование шейки матки, и не выявить на ранних стадиях эрозию шейки матки, и как следствие какой-то неопроцесс, который можно вылечить простыми способами, нетравматичными, который не перейдет в злокачественное образование. Вообще в своей практике вы сейчас больше число злокачественных новообразований видите, или наоборот заболеваемость по вашим отделениям мешается? Да, заболеваемость молодеет, на самом деле, то есть девочки стали, ну, то есть женщины, значит, стали более моложе, к сожалению, потому что даже при повседневной практике, значит, видишь, при осмотре, что очень многие женщины есть эрозия шейки матки. Им говорят, что у вас есть эрозия, вам надо лечить, они говорят, да, да, ну вот у меня сейчас там проблемы, там, ну, и все, эти проблемы заканчиваются тем, что они, значит, забывают про это и опускают это все вследствие этого, потом возникает более уже тяжелый процесс. То есть самое распространенное – это рак шейки матки? Ну, рак яичников, рак шейки матки. Ну, это онкологи занимаются. То есть вы можете только заподозрить и поставить… Мы заподозрим, да, и направляем в онкодиспансер для более специалистов, которые занимаются, потому что кроме того, что это нужно еще удалить, это еще и химиотерапия и так далее. У нас осталось всего две минутки и буквально несколько вопросов относительно больше, наверное, вашей специализации. Это все-таки, как часто применяются ли пароскопические операции и в каких случаях вот можно такими малоинвазивными методами… Это малоинвазивная же, лепароскопическая же, да? Какими-то такими методами справиться? В нашей клинике 85% больших операций выполняется эндоскопическим путем, то есть лепароскопия. То есть 85%… А что значит лепароскопия? Лепароскопия – это доступ, то есть это прокол в животе, то есть это 3-4 маленькие дырочки. На сегодняшний день существует еще, значит, монолепароскопия, так скажем, то есть это через монопортовую, то есть через одну дырочку делается операция. Но вообще стандартно, это 3-4 дырочки, через которые вводятся инструменты, это как бы руки хирурга, получается, глаз – это камера. И мы работаем, так скажем, с очагом близко, то есть в одном миллиметре, что невозможно выполнить при лепаротомии, то есть при открытом доступе. И вы видите изображение на экране? Конечно, да. Как виртуальная медицина. У вас все доктора, которые работают, все владеют вот этими всеми малоинвазивными техниками? У нас, я вам скажу, доктора, то есть мы очень часто выезжаем за границу на обучение, на разные международные конференции, и, значит, видят, как работают там доктора, могу вам сказать уверять на 100%, то что уровень квалификации наших врачей очень высокий. То есть то, что показывают за границей, это, конечно, хорошо, но мы в некоторых моментах идем гораздо лучше. То есть мы идем как минимум рядышком. Либо даже что-то опережаем. Ну, это, правда, очень хорошо, потому что очень часто, и даже на наших программах постоянно задается вопрос, нужно ли ехать лечиться за границу. Очевидно, нужно найти хорошего доктора. Конечно. Обратиться к лучшему специалисту, выбрать для себя того, с которым комфортно. Особенно, мне кажется, это касается гинекологии. Вот я, например, ни разу не была на приеме у мужчины-гинеколога. Вот на самом деле не знаю, как бы пошла даже. Хотя у меня есть свой гинеколог, которому я, безусловно, регулярно хожу и наблюдаюсь. Это самое важное. И последнее, наверное, что бы мне хотелось, это краткие рекомендации. На что обращать женщину внимание? Что нужно делать, кроме того, чтобы посещать? Каких ошибок избегать? Кратко есть что-то такое? Это, естественно, образ жизни. Контролировать это не только здоровый образ жизни, занятия спортом, здоровое питание, так назовем диспансеризация, посещать специалистов, прислушиваться к их рекомендациям. И стараться избегать тех ошибок, которые могут привести к какой-либо патологии, в том числе и гинекологическим. Болезнь надо профилактировать, не лечить. Лечить это уже поздно. Поэтому приходите часто на осмотры и будьте здоровы. Спасибо большое, уважаемые доктора, что вы нашли время и так подробно ответили. Конечно, не на все вопросы, интересующие нас женщин, но надеюсь, что еще когда-то вы найдете время, нас обязательно посетите. А сейчас время рубрики «5 минут о красоте», и сегодня мы будем говорить о плазмолифтинге. Продолжение следует...